нет стартовое волнение помешало но сейчас к столу идет его соперник его соперник александр паломарь про которого говорят что это абсолютно непредсказуемый игрок но что играть своего эта игра имеет свою особенность я сейчас попрошу александр пухленко коротко рассказать о том что такое динамичная пирамида вот сейчас первый повтор мы делаем 1-0 что динамичная пирамида эта пирамида недавно еще и называли невская пирамида вообще она базируется на московской пирамиде название также сейчас изменено сейчас она комбинирована пирамида практически это московская пирамида только вот битка в игру изменен и он вводится в принципе как в пуле вот кто играет в пол в девятку они наверное знают что можно поставить шара в любую точку поля и нанести удар но забивать поэтому на только чужого шара вот если свой сейчас упадет то шар засчитается будет защита но ход перейдет к сопернику ну что можно сказать добавить к этому еще раз то есть все вы рассказали но для тех кто не играет скажем да ну что прекрасный прекрасная серия красная начала пропустили удар счет становится 3-0 но это динамизирует игру а он посчитал эту точку наиболее удобно и оттяжка назад а вот куда оттяжка все-таки немножко удара такие как сказать неразмеренные просто потянул назад ну и эта тактика тоже неплоха зато забивает наверняка кексанул слышно было по удару что наклейка соскользнула шара и вот такой вот немножко звонкий удар получился именно поэтому он не забил шара а чего бы оценивать свою форму ну так коныбек как неплохую а поломарь саша которому 18 лет честно говоря что он мало тренируется это его недостаток я ленив но 18 лет чтобы человек сказал что он ленив это большая редкость обычно это говорят родители а сам ребенок даже 18-летний хочет с этим не соглашаться да ну вот данном случае он говорит это мой ой 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 вот это да шар по борту упала ровно на докате а вот видите он указал да что убрать все в порядке теперь он ставит шар и это очень динамизирует игру внимание а вот теперь надо угадать куда что же он задумал то есть он должен поставить шара в определенную точку для продолжения серии и так забивается чужой а куда встанет свой чужой а просто на месте оставил под следующего чужого но что в угол бить или своего еще раз однозначно в угол однозначно и вот мы отмечали эту особенность конебека что большинство игроков стараются играть так называемую двоечку чужой потом свой чужой свой тот конебек очень часто играет чужой чужой это на порядок сложнее но вот и он имеет такую хорошую технику удар он может себе это позволить отбить неудобно через шара задел шара при ударе я думаю что это штраф и а вот сейчас посмотрим а может быть судья и не заметил этого хорошо видно да повторить том что был маленький сбой забивается нет по моему не заделан нет не задел все нормально и я думаю что будет серия шаров и может быть не маленькая серия шаров шары очень удачно расположен на поле концентрации выдержки конебека могут позавидовать любой бильярдист ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой так это называется мы сглазили немножко да а ведь возможно что он только выглядит таким спокойным а внутри то все кипит и клокочет и удар то я скажу нервный был то есть ну что может тут не нравится вроде бы стоит а вот может стать вот ему мешает не совсем не совсем удобно встать но посмотрим ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой шар влетел просто настолько чисто ну вот этим александр и славян вот такими вот ударами ну что скрутит свояка или нет я бы сказал что довольно сильный удар надо делать ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой да вот за это александра и любят ну тут трудно сказать они же не играли в динамичную а ведь это совсем другой тип игры да 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 здесь вы абсолютно правильно говорите ну вот что оттяжка назад да оттяжка назад под своего середину ну что забьет своего и выиграет партию ну давайте на повторе посмотрим вот так вот по счету 8 3 параметра общий счет 1 0 пользу полумаряк ну по статистике должен забить уже пора пора уже пора ну что перебрал перебрал долго целился так что сказал пётр свитлер да правильно совершенно меня вернули к этой фразе но все выиграли зачастую не тот кто там хорошо играет а тот кто больше хочет выиграть это очень важная фраза потому что можно играть хорошо можно играть хуже но надо очень хотеть выиграть и когда он говорил протопалова веселина который стал чемпионом мира он сказал что особенно в первой части он невероятно хотел выигрывать и выиграть потому что вот надо хотеть я помню как он был замечательный гроссвестер овербах скажем да и но был такой юрий овербах он был неоднократно чемпион ссср по шахматам президент нашей федерации шахматный был я спросил а вот как вы когда-нибудь считали что вы должны быть чемпионом мира опа прекрасно вот это удар шаром и вы знаете сейчас мы увидим а это тонкий сыгранной второй приз и получает я думаю александр поломать да за такой эффектный удар опять-таки удар эффектный ну а это уже отыгрыш доходы игры чуть-чуть вроде бы по лузе но где-то там далековато главное загнать биток куда-нибудь в угол а возможно фото вспышка нельзя фотографировать со вспышкой бильярдистов поскольку конечно это можно сбить прицел внимание 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 но это уже это не динамичную пирамиду поскольку вот вроде бы он отыгрывался а в результате забил шара и сейчас получает право на продолжение удара и возможно будет серия шаров вот тут на теннисном турнире мы встретили зенитовских нападающих прекрасные ребята талантливейший но играет неудачно а настроение вроде нормальные вот тогда думаешь да не хватает вот надо уметь расстраиваться надо надо жутко расстраиваться после поражения для того чтобы собрать все силы но может быть нам это кажется так сыгрывает канебек чужого шара и с выходом опять под чужого но посмотрел на всякий случай на свояка но играть будет я думаю чужого шара канебек третий день по существу играет этим кием вы представляете он взял только что этот киев он в интервью сказал а я об этом если я точно его понял да буквально вот только-только он и начал играть этим играть и как играет прекрасный выход я вот не знаю когда вы учите а вам приходится учить ну не совсем даже начинающих вот эта ситуация для того чтобы забить свой является вариантом забивается на 99 из 100 а или больше не хочет кстати канебек играть потому что он играется на сильном ударе он не хочет рисковать зачем чтобы не разбить не хочет рисковать ну значит я тут немножко перебрался хотя вроде выглядит но вот с этой точки он уже гораздо сложнее выглядит но в любом случае шар играется на сильном ударе о он под него же все-таки и вышел только изменил уже позицию красного шара и теперь он очень легкий шар ну что александр не должен упустить свой шанс ну что теперь уже свой ой 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 вот это да я не понимаю что происходит поскольку свой очень легкий но отрастроен александр давненько он видимо таких шаров не мазал непонятно непонятно ну что чужой а где выход куда будет выход вот так вот оттягивает шара ага выход по ой 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 получился получился выход а своего в среднюю да 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 свой сюда и выходил немножко шар задел биток и биток задел прицельный шар и могла немножко ситуации поменяться но тем не менее шар играется а ведь самое интересное что биток задев чужой шар помог канебеку по моему если бы он не задевал шар бы он уходил с траектории вот прицеливания своя к этого тут по моему канебеку повезло но везет сильнейшему как говорится кстати петр швидлер не говорил что он отчаянный поклонник бильярда нет я всяк случае не вы знаете вот этот момент я упустил может быть я не не слишком внимательно читал я знаю очень давно и знаю его прекрасно семью и папу и маму они тоже заканчивали папа да кораблестроительный институт и поэтому я его моложе меня я прекрасно знал и когда-то мы я договаривался даже с илюмжиновым о том что в санкт-петербурге будет турнир под названием и мы даже договорились будущие чемпионы мира где сам илюмжинов когда только что стал президентом шахматной федерации будет определять и то что там эти отборы скандалы согласия не согласия скажем тогда мог играть бакро и играть со стали то есть с петром с видером да вот но так получилось что вот вы знаете заняты спортсмены на каких-то турнирах и к сожалению эта идея у нас не прошла большому сожалению вот а стоило бы это делать потому что интересно вот кого президент и руководители шахматной федерации считает будущим чемпионом мира это интересно незапланированный выход получился у канебека выводил то он под чужого шара но вот вывел под своего в результате ну что практически это партия я думаю такого шара в угол канебек не промажет и будет 2 1 настолько быстро они играют что не успевают уследить ощущение что инициатива у канебека сагандыкова и александр паломарь начинает четвертую партию ну что я бы сказал пошел ва-банк александр паломарь разбился необычные точки вот так вот непонятно непонятное решение ну а теперь давайте прикинем чтобы вы предложили ну вот неудачно для канебека встал свой тут особый предпринимать нечего тут дай бог отыграться как говорится ой-ой-ой мимо шара это сыно штраф будет нет штраф штраф все равно после соприкосновения два борта должно быть я не знаю может он коснулся его из а изначально лево вот давайте повторим сейчас честно говоря казалось что так смотрите а пододвинулся спасибо спасибо на столько тонко на столько тонко кстати с этого года именно по моему предложению было введено правило что судья теперь может воспользоваться видеозаписью для окончательного решения такой уже прецедент был на кубке кремля ну вот не очень удачно подкатился шар полная неподвижность вот это кстати очень важно при ударе бильярд не двигаться момент удара очень многие игроки двигаются момент удара и таким образом сбивают прицел напомним счет 2 1 по партиям впереди канебек сагандыков напоминаю счет личных встреч 3 1 в пользу сагандыкова правда вы совершенно справедливо заметили что это в общем не совсем динамичную пирамиду либо в московскую пирамиду либо американку но говоря в пирамиду или комбинируемую пирамиду вот такой вот необычный ракурс да красавец молодец просто уникально красавица какая растяжка это красавица чего себе я думаю даже такая фотография вот да стоп-кадр мог бы украсить журнал любой журнал мирового уровня да я кстати подумаю об этом у вас то быстро вас в этом смысле отдаем должное федерации очень динамичная вы быстро и не случайно это уже комплимент наверное бильярд столь популярен становится и очень популярен на телевидении тоже телевизионная игра мы уже говорили об этом не раз внимание ну что левое вращение и шар закручивается в середину до очень интеллигентно был сыгран этот шар вообще очень много сейчас соревнований производства проводится корпоративных таможник играет между собой милиция ну вот так что вот интересный бильярд действительно широк простые люди таможенники милиции так собираются есть время но ирония может быть ирония но играет естественно и студенты и преподаватели очень много студенческих турниров и ведь чем бильярд отличается скажем от большого тенниса то аренда корта но стоит довольно серьезных денег то бильярд скажем дневное время там порядка 50 70 рублей в час я думаю тем более на двоих на троих поделить могут могут многие себе позволить на троих можно привыкнуть все что угодно делить в нашей стране такая традиция есть вот как собирается саганда как он неподвижен перед ударом так вот я в этом говорю это очень важно это так нет мало того что перед удар так еще и во время удара не подвижен а ведь это очень сложно удержаться от движения удержать тело неподвижно в момент удара и после удара он замирает и только через долю секунды он это называется идеальная техника но посмотрим как александр себя ведет также замер ну что в среднюю ой какой удар какой не точную да а вот это опять о том о чем мы говорили везет а еще и второй мог еще и второй покупать но это просто парадоксально надо быть везучим да но мы может быть потом повторим этот удар сейчас просто невозможно опа вот это да 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 успеваем мы повторить наверно да вот такой интересный случай был с его когда у него такой есть друг и наставник всем известен всем известный чемпион мира это ярослав винокур и вот однажды после такого рискованного удара он александру говорит слушай а если бы ты сейчас сыграл а если бы ты не забил чтобы было ты мог проиграть партию он отвечает ярославу горит вот еще всякой ерундой голову забивать ну вот такая вот как бы позиция по игре а ведь это очень важно кстати чтобы голова была свободная момент удара саша пока не поступил я беру я говорю про поломарян не поступил в институт он не учится потому что закончил 10 классов и голова его как вы сказали совершенно свободно в этом смысле но он думает поступить в институт физкультуры и стать в общем во всяком случае что профессия его стало связано из бильярда а куда он интересно поступит поскольку я знаю на данный момент кафедра бильярда есть в москве и санкт-петербурге в лесгов то а вот честно говоря на украине я не слышал может быть тому во первых наверное есть а во вторых может быть тому моменту куда он поступит будет а может и так не пропор действительно интересно будет у него спросить прекрасно как говорится без комментариев вот этот шар промазал вот сражается с коммента в комментариях этот нуждается и комментарий видимо будет таким что все таки не нашел он еще себя как бы все таки нервничает пора бужу спокоиться играть спокойно я не знаю может канебек такой вот наводит жуть ведь дело в том что когда за тобой когда ты играешь сильным соперником прекрасно отдаешься отчет что если ты не забьешь что тебе обязательно накажут а вот так и получилось и поэтому конечно возможно немножко сковывает движение очень корректно очень точно очень знаете хорошем смысле слова обязательный и обстоятельный журналист все он делает очень отверстие ну что ж это отыгрыш внимательно следят за молодыми спортсменами вот это игрок из уэльса внимание чуть-чуть падает прекрасно попробуем еще раз посмотреть на этот великолепнейший удар здорово канебек более технически подкованные но наверное быстрее найдет оптимальный вариант для развития вот этой ситуации но посмотрим александра вы знаете это самая упорная на партия и саша про себя всегда говори что я готов рисковать всегда и играю по той ситуации которая мне кажется интересной очень важно почему он нравится зрителям я помню как вы мне говорили вы знаете появился молодой мальчик который лупит играет так и попадает просто вот даже такая примитивная вроде фраза на первый взгляд но это очень характерно потому что такие бильярдисты очень редко бывает которые так способны рисковать но вот надо сказать что сейчас очень непохожего дорогу александр очень непохожий и может быть наказан за это но чужого шара играет канебек а ведь наверно можно свои к сыграть было в угол а свояк то дороже туда не в два раза практически бесценен поскольку сыграв свои к практически выигрыш партию опа какой прекрасный нижний мощный винт он сыграл и чужого и сейчас играет своя к во всяком случае будет пытаться вот какой нижний винт а вот такая техника игры у канебека шар как на веревочке назад устремился ну что на мягкой скатке будет играть мягенький ударчик а я вот медленно 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 шар идет к лузу чуть-чуть не пришел вот сейчас ситуация 76 вроде бы ведет канебек да но достаточно александр сейчас забить свои к и он выиграет то есть вот такая немножко интересная концовка игры вроде бы 76 но вот сейчас все в свояке забей александр свояка и он выиграет партию вот нервно нервно играет александр я даже не знаю с чем это связано и тем самым вот показывая свою нервозность он дает преимущество канебеку канебек же прекрасно чувствует состояние соперника и это ему на руку он еще лучше начинает играть мягкий да мягкий классический удар как он был выполнен мягкая подкрутка вот такой левый винт и без вариантов не касаясь не даже доли миллиметра он четко ваш бил в правую теперь в левую интересно возможно чем-то она ему не понравилась хотя он рядом с ней не попадал но тем не менее нет странно да из трех ноль это это тоже результат да ну отбросим юмор в спорте статистика очень важно а здесь без вариантов начался нащупать нащупать свои ролики правильно правило только в таком стиле может выиграть есть он попытается сейчас начать мудрить отыгрываться это это все это без шансов вы заметили что все-таки поломарь менее чем его соперник готов быстрому быстрому приему решений надо сейчас конечно он он не наигран в эту игру вот канебек сразу ведь тут ту комбинацию которым будет играть а александр приходится ее искать ой 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 не может быть эта партия ну вот вот видимо это есть конечно неуверенность то есть у канебека на порядок больше практики игры в динамичную пирамиду он дважды встречался с нет 11 играл со сталевым со сниным у него есть опыт выступления в эту игру что он хотел сказать неудачно хотел выйти вот куда мы не знаем интересно всегда посмотреть на на стол глазами спортсмена вот когда он обходит вокруг в этом что-то всегда есть но что делать не стал скатывать не стал скатывать свои к а вот просто небудрость и лукаво перевел шара на дальнюю половину стола но опять чем-то недоволен видимо показал свои к смотрите а поломарь уже здесь и сыграл ведь обычно какой ритм бывает да что пока тот садится этот встает а он уже здесь саша вот он так возбужден рвется рвется в бой сейчас очень видно было как винт винт сыграл свою роль боковой вот он прямо прямо вкрутил здесь он не спешит не спешит ли не спешит ли он все мне кажется он решил просто не думать а бить бить на сильном ударе а там будь что будет ну вот и похоже замазал шара в середину или виден но если виден то может забить александр да ёлки-палки то что же это такое как называется знаете когда футболист бьет попадает своего нападающего и мяч летит не в ворота куда-то за лицом не понятно непонятно первый удар очень довольно четко непонятно и по небе к есть вариант просто зажаться в отыгрыш жесткий отыгрыш просто свой постоянно коротком и практически стопроцентный успех поскольку ошибки александр он не будет прощать с его техникой ой ошибочка штраф очень 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 непонятный удар ну посмотрим какое же решение принимает но от александр приходится в два раза дольше думать чем канебеку канебек уже знает что будет играть александр еще надо придумать комбинацию чем хороша динамичная пирамида масса комбинаций вот она играет просто на подбое но повезло что вот так шар стал а мог и по-другому стать наша теперь прямой в середину прямой в середину надо нащупать удару александр ой-ёй-ёй просто вонзил шара и выход выход в середину не у не думаю что он именно так планировал выйти но вышел идеально это называется идеальный выход ну что теперь два шара вперед нет оставил на месте оставил чтобы сыграть на своего его в угол по чужого в угол чужого чужого а может и чужого четко и с подбоем шара так а вот чем бить левой рукой но я очень многие бильярдисты да вот очень легко взял в левую руку пол мама мы не понял что это значит это значит что человек просто решил не думать вообще ни о чем не может быть а почему он не бил уж была возможность за и камора было скатить в конце концов посмотрите нет ну можно было играть масса других войн но что-то у него было поем мы песню но у канебека и шансы наказать а ведь счет 7-1 если канебек его сейчас накажет вот тогда александр задумается а можно ли было так играть то что то что будет 7 4 я думаю 75 что-то у меня сомнений нет сейчас посмотрим и так снимается шар с поляна сейчас вот думает канебек что же снять ну вот и куда поставить на среднюю какая прекрасная ситуация насколько же вперед на триши на 4 на 5 я думаю 34 уже вряд ли поскольку ну можно бывает на 4 в основном 2-3 ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой это конечно ведь что может получиться сейчас шар подкатится в угол и не будет виден за губой вот за губкой стоит шар видно вот так вот это редкая ошибка для канебека конечно он даже заулыбался чтоб со мной такое произошло ну да 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 невероятно но теперь посмотрим что будет а не видно тот шар в углу на то честно говоря непонятная ситуация то по выражению лица мы видим что саша они простая ситуация стоит да не совсем не совсем доволен ох как он рукой вперед провела жесткий крайне не техничный удар нанес но у него действительно они замажутся ли шар в угол неужели замазал селевичи много игроков с неправильной техникой да я бы не сказал что и устали в это идеальная техника да что такое забил чужого шара опа и свой чуть-чуть там не оказался да надо отметить что александру не повезло шашара в губках стал чуть-чуть отойди он и он бы вывел эту партию но вот так вот получилось неужели канебек играет середину не понимаю нет отыгрывается все таки не отыграет в угол сваяка и привстал немножко впервые увидел как что канебек привстал в момент удара возможно это как раз и сказалось на качестве удара ну что прекрасный шанс александра на сильном ударе уже за спиной стоит в спину дышит ой-ой-ой да что ж такое что ж сегодня творится с александром не имеет право он таких шаров мазать он сам наверно не понимал канебек не воспользовался предоставившей возможностью ну что но вот такой чужой если ну я не знаю промазать александр не должен это и немножко спешит но мне кажется нет спешит спешит он всегда так играет но мне кажется в данном случае возможно чрезмерно спешит но тем не менее тем не менее молодец начинается шестая партия александр поломарь забил своего шара александр и теперь имеет шанс развить успех прекрасно сыграл чужого с выходом под свои к ну что легкий свой но он его вколотил туда я не понимаю а зачем ему сейчас нужен был такой сильный удар а если бы он промазал а вот это я вам говорю ваши слова вот это и поломать вот в этом весь александр зачем ему сейчас был такой сильнейший удар пушечный вот ему и нужен ему и нужно что-то сам себе доказать хочет или кому-то доказать непонятно ситуация что я уже так разговаривали с ним понял что он прямо скану я действую по его так как мне кажется не я ничего не думаю что я там хочу доказать да в этом есть будьте проще как говорят есть в этом определенный плюс вот такие нижние винты 40 напоминаю 32 пользу саганды кого в общем-то играет против как бы правил правил бильярдной техники вернее бильярдной тактики но зачастую его тактика приносит ему успех ну что сейчас оттяжка назад куда то что будет оттягивать я уже не сомневаюсь вот он выбрал видимо такой как бы тактику выходов с оттяжкой низ прокат не оставлять на место именно назад только назад но в этом что то есть но от 60 это впервые ни в одной партии не было счета 60 такое лихое начало всем и подбил шара и сейчас может забить восьмого это все сокрушающие оказалось но я если бы я не знал к небе к я подумал что его соперник может поплыть в этой ситуации теперь вам как опытному человеку становится ясно почему он так бил бил и беда возможно да он выплеснул эмоции на этом ударе надо было ох какой он не точный какой удар у конебека а очень не точный удар ну что александр есть шанс переломить ход матча свою пользу что свой в середину может свой может даже и чужой на сильном ударе нет свой видимо есть ну да как мы уже говорили у своего гораздо большая цена в эту веру да и помните когда начиналось то далеко не все из участников могли оценить это и по привычке ошибались да играя немножечко параллельно думая о чем-то другом потом говорит господи это динамичная пирамида здесь прежде всего надо забивать своего ну что ж убрал лишнего и теперь господи к нам шар залетел соседних столов вот так вот люди бильярд играют падая не до ближайшего шара с одной и той же точки 3-0 молодец но это разгром немецких войск под москвой я думал что после репартика не бег должен взять перерыв если он и есть такая возможность свой но очень очень точно было чуть-чуть не хватило да не хватило чуть-чуть он как-то задумался надо взять себя в руки не рисковать наверное все делать очень аккуратно отыгрыш по лузе может но отыгрыш не такой уже четкий как в начале все четко практически в лузу он приводил свой к сейчас далековато от луза был удар и размером ошибся на размере ошибся а саша тут как тут он уже готов но не забивает туда по отыгрышу был пытался сыграть на 2 луза на мягком ударе коныбек побыстрее заходил посмотрите что происходит с коныбеком он поддался такой тенденции общей динамизировать игру и уже он тоже вроде бы но посмотрим насколько это ему поможет вот что там играть тоже вот игрушку отыгрыш но полузе все-таки полузе и все-таки и упал шар и упал все таки шар невероятно вот давайте на повторе увидим счастье вот так вот целая серия соударений шаров я шар падает в угол и вот я уж коль скоро при мне был этот разговор да у тех кто решает судьбу биллиарда считать так называемые дураки или нет я был за то чтобы считать потому что это все равно динамизирует игру и элемент случайности в каждом виде спорта существует и он только украшает игру на мой взгляд я повторяю я не надо не навязываю свою точку зрения но так наверное и должно вот мое мнение такое да можно отказаться от заказа и игра с дураками но играть тогда не меньше например чем до пяти побед но чтобы это дурак не оказывал решающие но это вами и вы специалисты я говорю саму суть понимаете вот саму суть спорте же когда-то вот эта замечательная фраза георгий санчетов станокова которая раз много повторял когда мы говорили что такое современное зрелище и он сказал великую фразу я не знаю как в футболе но в театре эта тема которая волнует зрителей решенная средствами которые будет его фантазии это замечательная фраза потом подумал и сказал на что футболе футболе этот пол а в бильярде это забитый шар безусловно вот сейчас мы посмотрим как станут шары все таки четко и тяжко прекрасно сейчас самое главное когда забит свой четко но что делать 3 2 поломарь впереди и 3 3 счет ничей но такой упорной борьбы трудно вспомнить пожалуй да вот это полуфинал вот это да ну то что он забьет сомнений не вызывает но весь вопрос где свой будет где свой так мягенько остановил в этот же угол будет играть свяка как тут неудобно мы уже видели надо может растягивать касаться одной ногой одной ногой надо касаться с другой стороны не касаться тяжело он бы просто упал если бы не касался решил не удлинять левый верхний винт прекрасно ну что ж наш кран открывает нам снова всю красоту бильярдного стола и расположение фигур внимание ну и конечно вы абсолютно правильно говорите главное куда уйдет биток после он на месте оставить его под свяка а еще и сдвинул а вот непонятно то ли он по чужого выходит есть вариант сыграть и чужого и свяка но выходил то наверно под свяка все-таки как мужик или в эту игру с вояк то дороже а удары в общем-то равнозначные даже я бы сказал с вояк может и полегче даже ну что правый верхний винт и по дуге шар должен закрутиться в лозу вот еще раз не уверен не уверенно ударе кинес колзит и не скользит а останавливаться не хочется уже все готово нет самих смягчил удар видно было придержал руку и такой немножко мягкий удар получился поломать здесь он уже готов он уже готов но вот это то о чем я говорил канебек обязан вы выиграть если не сделают грубую ошибку то есть я считаю что он не забил этого свяка это довольно грубая ошибка интересно за кого болеет сталев с кем сталев хотел бы сыграть финале надо будет может перерыве позвонить ему и спросить интересно с кем ему легче играть наверно с поломарем ему легче играть конечно паномарем но с канебеком ему интереснее с точки зрения что оба более комбинационные игроки с другой стороны для телевизионного зрелища на моему мыска даже со стали вам говорили на эту тему по давайте посмотрим все бывает мы уже привыкли что все бывает наш ничего не упадет весь вопрос не подставится не подставится вроде бы нет напрашивается отыгрыш к себе в угол канебека возможно отыгрыш а вот поломаре я думаю играл бы все-таки своего в дальнюю лузу тем не невозможно но вот чтобы исключить этот вариант для александра вот он чуть сильнее ударил он не стал играть на лузу а им перевел на короткий борт чуть выше поднял шара смотрите саша уже здесь фантастика какая-то и уже готов все-таки проходил же свой проходил свой ходе да это повезло у канебеку что не забил сейчас александр а что сейчас сейчас можно попытаться оттянуть на мягеньком ударчике винтовом завинтить скрутить скрутить свои к в угол сложный технический элемент шар должен идти назад и одновременно вращаться и закрутиться как шуруп в лузу ну вот будем смотреть нет короткий дар за корр а вот это как раз вот этот удар свидетельствует а крайней нервозности канебека да вот этот удар должен делается абсолютно кисть должна быть расслаблена очень мягкий должен быть удар так вот он зажал руку ну с сашей надо держать уху в астро особенно когда мы хотим делать повтору не успеваемых как он уже устала да за канебеком повтор легче делал да да занервничал канебек странно а ведь по лицу не скажешь но у нас есть возможность паузы да канебек явно занервничал а что такое решение принимает логичное вполне простое ясное опять же наверняка свой назад будет да да другого удара он не ищет 75 и он может выйти вперед нет ой 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 а ведь шар идет прицельный и встает по моему под свояка ой 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 возможно там и не проходит шар поэтому он и не рискует ну что надо сказать повезло александр шар-то отойди чуть-чуть от борта либо пройди дальше и все они взяли забить этот шар туда в угол сейчас как вы думаете нет если бы можем было александр б уже играл уже ничего не боится сейчас свой в угол нет передумал сейчас может быть я решила стал взрослеть александр 75 бить или не бить ведь черт при таком преимуществе может быть лучше все таки все таки бить и все таки но честно говоря он ударил на таком мягком осторожном ударчике все таки он переосторожничал лучше такие удары не делать ну что попытка закрутить или просто вот смотрите как сразу идет я вот сейчас специально следил за пономарем он просто решил изменить он почувствовал что только в таком ритме он может чего-то добиваться вот поймать этот кураж как вы говорите да и ни в коем случае не выпустить это вот так говорят птицу счастье я не знаю счастье несчастье ну куража скажем да из рук свой-то в середину играется и все-таки бросается к не веку бросается на этот шар ну и смотрим что получается видимо там шар все-таки не проходит но если даже шар не проходит только не бег возможно будет давить чужого шара или проходит проходит все-таки да проходит а